В субботу 24-го на Восточном кладбище Екатеринбурга были преданы земле тела зоозащитницы Александры Щербаковой и ее 16-летней дочери, погибших при загадочных обстоятельствах в собственной квартире на сортировке. 17-летний сын Александры в тот злополучный день 18-го числа был у друга на именинах, и это спасло парню жизнь. Вернувшись домой, старшеклассник нашел мать и сестру мертвыми. Женщина лежала в коридоре, девушка в ванной комнате. Вместе с хозяйкой жилища и ее дочерью погибли три собаки, четыре кошки и морская свинка. Согласно неофициальной версии, трагедия произошла из-за утечки газа. Но специалисты Екатеринбургггаза это предположение категорически опровергли, сообщив о том, что в квартире были установлены проточный газовый водонагреватель и газовая плита. Но аварийная бригада, выезжавшая на место трагедии, провела замеры на кухне и в смежных комнатах загазованность отсутствовала. Следовательно, версия об утечке природного газа несостоятельна. Попутно газовики сообщили о том, что дом на улице Тагильской их компания не обслуживала с 2019-го, потому как управляющая компания расторгла с ними договор. Газовики на время ревизии трубопровод, правда, в доме обесточили. А родственники и соседи погибших в один голос уверяют, что Александра с дочерью погибла из-за угарного газа, который скапливался в квартире, из-за неисправной вентиляции. И хозяйке приходилось прежде открывать окна, чтобы проветрить жилище. Вентиляцию никто не проверяет. Вентиляция. Мы были там после, ну вот, недавно. Обратная тяга идет. Никто этим не занимается. Мы родные, мы не знаем, как так получилось. Они угорели, получается, углекислым газом. Не вытывут. В день похорон с погибшими простились около 300 горожан. По словам директора фонда зоозащиты Анны Вайман, они все потрясены этой трагедией. Им до сих пор трудно поверить в произошедшее. Продолжение следует...